Здравствуйте! Особое мнение на Первом Тульском. Сегодня будем говорить о политике, в первую очередь, конечно же, молодежной. У нас в гостях заместитель председателя правительства Тульской области, министр по молодежной политике Тульской области Юлия Вепринцева. Юлия Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Последний раз вы были у нас в студии в качестве представителя от региона в Совете Федерации, Федерального Собрания. Полномочия там закончились, и вот новообразованное министерство под вашим чутким руководством будет работать. Существует лишь всего три дня, да? Давайте начнем, наверное, с образования министерства. Молодежная политика у нас была как-то совмещена со спортом. Комитет занимался выделить, решено сейчас вот это направление в отдельные министерства. Значит, задачи стоят серьезные, объемные, масштабные. Итак, вот предыстория образования министерства этого. Ну, спорт и молодежная политика – это две больших сферы деятельности в жизни всего общества, в жизни молодых людей особенно. Если мы посмотрим на федеральном уровне, мы видим, что эти два направления, они разделены из Министерства по спорту молодежной политике и Федерального агентства по молодежи. Потому что молодежь – это наше будущее, это, в первую очередь, лицо нашей России, нашей Тульской области. Это люди, которые в дальнейшем будут занимать и наши с вами должности. Мы должны их воспитывать и уделять достаточно большое внимание, потому что это большой пласт для работы. Образовательные учреждения тоже ведь этим занимаются? То есть здесь гораздо более широкий спектр задач? Ну, молодежная политика – это смежное направление, если мы возьмем его в большом формате, потому что это, естественно, у нас молодежь идет и в спорте, и в культуре, и в образовании, и в медицине, и в промышленности, и в предпринимательстве, если мы возьмем, да, есть различные программы в каждой сфере деятельности. И поэтому здесь, конечно, что прям чисто молодежная политика, она только будет заниматься одной сферой деятельности, наверное, будет не совсем правильно. У нас должны быть люди культурные, люди должны быть грамотными, и юридически подкованы, также многие молодежи, которые хотят заняться предпринимательством, есть различные программы под этот формат. И поэтому здесь будет объединение различных отраслей, но основной упор мы будем делать, естественно, на молодежную политику в сфере деятельности, для того, чтобы мы слышали нашу молодежь, чтобы наши ребята давали хорошие, интересные проекты, с которыми мы готовы будем работать. А потому что многие дают проекты, которые кажутся, на первый взгляд, нереальными. Но когда садишься, начинаешь разговаривать, общаться, то, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Есть такие активные ребята, которые готовы реализовывать то, что они предлагают. И вот с такими активными, талантливыми ребятами мы и будем работать, потому что в Министерстве молодежной политики достаточно большой спектр работы в этом направлении. Ну, удивительно, наверное, было бы, если бы молодые люди, вот только-только в общественную жизнь окунувшись, генерировали проекты, готовые к воплощению. Определенная степень обучения, стадия обучения какая-то должна быть. И вот за минувший год, и проект, о котором много говорили, «Маленькая Тула», да, с привлечением тоже молодежных организаций, это все обсуждалось, да, части мыслей какие-то, на мой взгляд, когда они были у нас в гостях, где-то были наивные, где-то романтичные, но тем не менее это движение, да, 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 оно оказалось таким достаточно мощным, и архитекторы, и администрации внимательно отнеслись, и, конечно, подобные направления деятельности хорошо бы поддерживать. Ну, вы сказали, что есть молодежь активная, которая готова включаться в общественную жизнь, да, понятно, ей надо помогать, но есть молодежь менее активная, которую надо вот в эту деятельность вовлекать. Каким образом вообще вот, какие инструменты будете использовать? На самом деле, естественно, через активную молодежь, потому что в любом случае, если они учатся в институте, либо учатся в школе, да, если они видят и смотрят друг на друга личным примером, потому что это самое золотое качество для каждого человека, когда он во чем-то вовлечен, показывает своему товарищу, другу, либо сидящему по партии, да, и говорит, а вот я был там, я хочу вот это, посмотри, как это здорово. И вот в таком формате, естественно, будем привлекать ребят в различные мероприятия, в различные волонтерские движения, что у нас достаточно активно сейчас развивается, патриотические направления. Как бы то, что есть в формате работы будет министерство, заложен достаточно большой спектр, с которым мы будем работать. Но, естественно, большие и массовые мероприятия, которые мы будем вовлекать через федеральное министерство, через федеральное ведомство на нашу территорию, на Тульскую область, чтобы мы понимали, что у нас есть наша молодежь, чтобы мы ее показывали, знакомились с молодежью других регионов и принимали положительные опыты. Тогда у нас будет формат работы на взаимодействии между регионами, а может быть и между даже странами, потому что в 2017 году достаточно много планируется больших мероприятий. Об этом непременно поговорим. Вы сказали о федеральном центре. Есть ли какие-то жесткие рамки, которые федеральный центр задает региональным министерствам, или вы достаточно свободны, что ли, в своих действиях и в идеях, которые будут появляться? Есть определенная программа, которую мы обязаны выполнять, а далее уже регион может насыщать эту программу своими региональными мероприятиями, региональными идеями, проектами, то есть в зависимости уже насколько активно и насколько мы захотим красиво это все преподнести. Структура министерства уже сформирована. Штат, сотрудники, кто будет заниматься молодежью и молодежной политикой? Штатное расписание есть. Естественно, часть людей, которые работали в Комитете по спорту и молодежной политике, они передают в Министерство молодежной политики. И часть людей будем набирать заново. Если будут желающие, какие требования, критерии? То есть это каким образом? Вот идет это из какого-то кадрового резерва? Или вы, в общем-то, в достаточной степени открыты для предложений людей, которые, может быть, свои идеи какие-то тоже хотели бы привнести? Даже если не поработать, но хотя бы поделиться своим соображением. Я думаю, если по работе рассматривать, то, конечно, первоначально будем рассматривать кадровый резерв, потому что это те ребята, которые уже пришли, которые хотят работать. И уже есть определенный опыт какой-то. Если мы начали заниматься или показать свои проекты, то, естественно, будет сайт создан Министерством молодежной политики. Там будут различные наполнения. Я думаю, что мы найдем форму общения через социальные сети, через сайты, чтобы мы общались с молодежью и были на короткой ноге по тем или иным вопросам, которые интересны. Ну и давайте сразу, наверное, к конкретным таким земным проектам. В ближайшее время чем планируете заняться? Понятно, что всего там три дня, какие-то организационные вопросы, но, тем не менее, план работы, наверное, уже есть. Ну, в основном план работы, который уже запланирован на 2017 год, это два крупных мероприятия, которые мы будем проводить. Это 25-летний юбилей Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». К нам в гости в мае месяце приедут более трех тысяч студентов. Это талантливая молодежь. Давайте поясним, откуда это возьмется, потому что фестиваль 25 лет проходит, и в Туле, как правило, проходил региональный этап. И наши лучшие студенты, победители отправлялись на финал в различные регионы России. И в прошлом году в Казани тулики проявили себя отлично. Да, для того, чтобы 25-й фестиваль провести на территории Тульской области. И вот этот финальный этап фестиваля как раз пройдет в Туле. В мае месяце, да, 2017 года. И к нам приедет более трех тысяч активных молодежи, которые будут участвовать в различных направлениях, это будут конкурсы. И поэтому мы, конечно, их ждем. Достаточно хорошая будет гарантированная работа. Много будет работать для волонтерского корпуса, который уже начинает сформироваться, потому что будут большие вопросы и по организационным моментам, и по логистическим. Ну, то есть, три тысячи человек мы никогда не принимали, такого количества людей. И еще огромный плюс в том, что мы в ЦФО проводим вообще этот фестиваль в первый раз. То есть, мы не берем вот 25, которые проходили, 24, ни разу в ЦФО не было этого фестиваля. То есть, Урал, Сибирь. То есть, дальние, да, регионы, а вот в ЦФО мы первый, и плюс вот так у нас 25. То есть, понимаем, что нагрузка достаточно вдвойне, но она сложит соответственность, потому что это финал, и плюс это юбилейный фестиваль. Да, это российского уровня мероприятий. Три тысячи, вы имеете в виду участников? Участников. Так ведь еще, наверное, болельщики приедут. Еще приедут и болельщики, и туристы, и участники. То есть, это задача большая, комплексная, вопросы с размещением, наверное, да, вот с организацией досуга. Уже есть какие-то планы, чем будем гостей удивлять? Ну, естественно, удивлять будем в первую очередь своими музеями, потому что на самом деле немногие ребята были в Туле. Но я думаю, те, кто ЦФО, конечно, посещали, а дальние регионы, конечно, в городе Туле не были. Естественно, они знают наши бренды, это основная Ясная поляна, это музей оружия, Куликово поле, то есть федеральных музеев. Вот, но то, чтобы они были, я думаю, что в музее оружия половина людей, которые приедут, они просто там не были, да, у нас прекрасный музей, нам есть что показать, и нам есть чем гордиться. Ну, и хотелось бы спектр знаний о Туле, помимо брендов, которые на пальцах одной руки можно посчитать, чтобы они знали гораздо больше, и вот эти свои впечатления увезли в свои родные города. Но это тоже какой-то отрасль туризма у нас получается, потому что когда ребята, которые приедут, посмотришь, им понравится, и они могут после приехать уже в наш город, да, со своими друзьями. С вами родителями, с вами коллегами, посмотреть и уже более, скажем так, когда будет больше времени, да, посетить большее количество музеев, ознакомиться с нашими брендами, ознакомиться с нашей историей, потому что график проведения этого фестиваля, в котором будут находиться ребята, он очень жесткий. То есть время расписано от и до, у них с 9 до 8 жестко будут проводиться именно их фестивали в каждом своем направлении. Будет очень интересно. Еще мощное событие, старт, точнее не старт, а отчет времени, до которого был дан буквально на минувшей неделе, это фестиваль молодежи и студентов, всемирный. Ну, сразу вспоминается фестиваль молодежи и студентов 57-го года в Москве, да, понятно, что по названию есть какие-то аналогии, но тем не менее, столько лет прошло, и, наверное, вот этот фестиваль будет несколько другим, и по своим целям, и по тому, как он будет проходить. Тем не менее, вот красочно, с таким, с течением народа, флешмоб в парке, все было очень красиво, да, за год до старта фестиваля, то есть вот мы привлекли к этому внимание. Что за фестиваль, что для Тулы интересно в нем, как тулики будут участвовать? Ну, за год почему, да, мы это сделали, потому что, на самом деле, делегация каждого региона будет формироваться в течение года, а те, кто захотят поехать на этот фестиваль, они должны будут зарегистрироваться в информационной системе. Молодежь России, далее принимать активное участие в молодежных проектах, которые будут проводиться. Это какие-то групповые заявки, или это вот конкретный молодой человек? Это может быть личная заявка, может быть групповая заявка, то есть в зависимости от того, как вы желаете. Ему уже предложат определенные... Ему предложат перечень мероприятий, но опять-таки те, которые есть в регионе, и далее определенные задания, которые будут даны на этом сайте. То есть и далее формируется делегация от каждого региона, когда сформировали, подвели итоги, и мы формируем, отправляем в город Сочи. Но там представлено 140 стран, поэтому колоссальный опыт обмена мнениями, общения с другими странами, я думаю, что очень полезен для молодежи. То есть, по сути, каждый молодой человек, который очень желает и хочет, изначально имеет возможность стать участником, а вот конкурсный отбор, его честность и так далее... Я думаю, что здесь будет абсолютно открытый отбор, потому что все форматы, которые будут даны по заданию, они будут открыты, их можно будет посмотреть. Но система, она еще формируется, поэтому, если интересно, можно зайти посмотреть. Если какие-то будут вопросы, их можно задать организаторам сайта и ответить на любой вопрос. Предлагаю сделать короткий перерыв, и буквально через минуту мы вернемся в эфир особого мнения. Продолжаем особое мнение. На Первом Тульском у нас в гостях министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Министр министерства, которое существует три дня, если я не ошибаюсь. Вот сформировано министерство. Ну, не совсем, может быть, три дня, потому что 6-го числа меня назначили министром молодежной политики и зампредправительства Тульской области. Пока формировалась штатка, пока формировались документы. Понятно, то есть рабочие процедуры. Но сейчас министерство, в общем-то, действует, функционирует, и мы говорим о планах на предстоящий год, о крупных мероприятиях. Это и подготовка к фестивалю молодежи и студентов в 2017 году, и проведение студенческой весны финального этапа фестиваля 25-го юбилейного в мае и в Туле. Но не все такими крупными фестивалями нам жить, потому что каждый день внимание к себе молодежь требует. Вот ежедневная работа в чем заключается, с кем работать? Вы уже сказали и о волонтерах, потому что от них много зависит при проведении крупных мероприятий. Но волонтеры за один день не появляются. Это тоже кропотливая работа по поиску этой молодежи. Как в этом направлении работаете? Вообще есть спрос на волонтерство сейчас? И что сама молодежь хочет от этого? Спрос на волонтерство очень большой, потому что это сфера деятельности, которая задействована в различных сферах. Это и в здравоохранении, это и в спорте, это и в социальном направлении. У нас достаточно большое количество есть ребят, которые занимаются волонтерским движением, и у каждого есть свой проект. Недавно был международный фестиваль, закончился по волонтерскому движению. И вот ребята представляли свои проекты. То есть кто-то помогает одиноким бабушкам сходить за продуктами, дойти до поликлиники, дойти до больницы, как бы вернуть, привезти домой. Другие ребята занимаются волонтерским движением, где мы сдаем кровь для больницы, поликлиник. Мы прекрасно знаем, принимаем с вами участие в этих акциях. А далее есть хорошие очень проекты у ребят, которые спасают сады. Если они погибли, они хотят восстановить сад, чтобы у них в районах было красиво, различные клумбы. То есть у каждого свое направление, и то объем ребят, которые вливаются в волонтерское движение, в первую очередь они отдают частичку в свое сердце тем людям, которым это нужно. Они помогают и оказывают помощь. Это очень приятно и тем, кому мы помогаем, и они понимают, что они нужны. И в этой сфере деятельности, чем больше будет волонтеров у нас, тем в разных сферах деятельности, потому что ты в предпринимательстве, где-то нужно что-то помочь. И в спорте. Есть очень хороший проект, там, где ребята помогают онкологически забольным детям, они в больницах разрисовывают красивые, яркие, делают стены. Это вы знаете, как бы постельное белье для деток, чтобы они чувствовали себя как дома. То есть это тоже занимаются волонтеры. Эти направления кто определяет? Они сами предлагают? Или роль министерства молодежной политики тоже, мне кажется, достаточно важна? Здесь есть определенные направления, которые очень важны и нужны в первую очередь. Мы садимся с ребятами, рассказываем, что есть, что бы вы хотели. Далее они смотрят, что им интересно. И каждый выбирает свое направление. Потому что когда они занимаются то, что им хочется, результативность этих действий, конечно, получается намного выше, чем сказать, вот давай, ты вот это, да, вот тебе вот это. И ребята сами приходят, это очень здорово. И приводят с собой потом ребят. Потому что видят, что вот я не после школы не иду домой, и все, некуда идти. Они объясняют, а у меня есть работа, мне нужно пойти туда, мне нужно сходить сюда, мне нужно помочь вот этому человеку, мне нужно определенный график выстроить свой так, чтобы успеть везде. И вот опять-таки мы говорим о тех ребятах, которые, например, не активные, глядя вот опять на эту активную молодежь, мы понимаем, что потихонечку это, конечно, сразу не получится. Втягивая всех ребят в единый коллектив, единое целое. Понятно, да. Ну вот вы общаетесь с большим количеством молодежи, им это зачем надо? То есть какие свои потребности они реализуют благодаря участию в волонтерском движении? Ведь учатся, учеба сейчас непростая, время много отнимает, кто-то подрабатывает и так далее. Если люди идут заниматься подобной деятельностью, значит, есть потребность. Для них она в чем потребность? Самореализация, что они достигли того, что у них могут. Они берут этот проект с нуля, начинают его делать, потом видят результаты. Им благодарны. Это как первая ступенечка для того, чтобы они понимали, что дальше я могу еще больше, больше, больше. А тем более, когда есть поддержка определенная, да, и направление, которое мы ведем и помогаем, то, естественно, как бы эти решения у них получаются, что они хотят. И самоутверждение, я считаю, что у каждого человека это очень важно по жизни. Если мы говорим о молодежи, то о каком возрасте мы говорим? Когда вот этот ребенок становится молодежью, да, то есть вот спектр вашего внимания, это молодые люди какого возраста? Ну, молодые люди, мы, естественно, берем их со школьников, потому что это вот даже 12 лет, это все равно уже, ну, это, скажем, чуть-чуть меньше молодежи, да, но уже как бы и не совсем ребенок. То есть возраст комсомольца такого, да? Ну, если брать совсем молодежь, да, то мы, конечно, берем там 15-16-17 лет, да, ребята. Но все равно мы должны потихонечку как бы увлекать во все эти процессы ребята, начиная с 10-12 лет. Потому что тогда, не глядя на старших, да, понимают, как правильно сказали, была пионерия, комсомол, то есть поэтапно шло. Тогда, не глядя на них, они берут с них пример. А когда они видят, что вот кто-то может вот этого, я тоже хочу, как бы они к этому начинают тянуться. Вообще с Министерством образования, вот с сферой образования планируете насколько тесно сотрудничать? То есть это проведение каких-то акций совместных или это более плотная работа? Это более плотная работа, потому что мы прекрасно понимаем, что все начинается с образования, как бы и вся молодежь, которая есть, и те же самые доп. образования, которые находятся в школах там различного направления, и патриотического, и спортивного, и образовательного, и познавательного, то есть целый спектр. Поэтому, естественно, созданы РДШ, да, это мы все знаем, региональное движение школьников, с которым мы также плотно будем сотрудничать. Есть юнармия, которая находится в патриотическом направлении, это уже при министерстве. Не распыляемся мы, вот очень много у нас разных направлений. Но я считаю, чем больше будет направлений, тем больше мы детей сможем охватить. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Лучше будет их много, охват детей будет огромный и большой, но каждый найдет то, что он хочет. Ну и движение такие патриотические поисковые отряды, да, это тоже всегда было, ну так скажем, популярно, ну в смысле привлекательно. Привлекательно интересы, привлекательно вообще для молодежи. Я знаю в Туле достаточно много вот этих организаций, которые занимаются этим направлением деятельности. С ними как будете работать, потому что им тоже надо помогать. И иногда юридически, да, если больших каких-то грандиозных финансовых затрат на это не требуется. Там есть люди, кто готовы деньги пожертвовать, и спонсоры, и меценаты. Но тем не менее, вот это направление тоже рассматриваете ли вы, что можете сделать? Конечно, рассматриваем, потому что это дети, которые занимаются патриотическим направлением. И те преподаватели и учителя, которые занимаются с этими ребятами, они в первую очередь воспитывают патриотов своей родины, любовь к родине, любовь к тому, где они живут. И они дают осознание детям, что мы сами живем на одной планете, на одной земле, и мы должны быть всегда вместе и рядом. И поэтому здесь как бы эти все направления нельзя разделить воедино, да, потому что это дети. И каким бы они направлениями ни занимались, мы в любом случае должны всех объединять и давать положительные эмоции на проведение каждого любого мероприятия, либо каждого поискового отряда, который у нас есть. Их не так много, но они у нас очень сильные, очень как бы имеют хороший уровень на не только региональном, но и на федеральном уровне. И поэтому, естественно, мы с этими ребятами тоже будем и встречаться, и общаться, и делать совместные мероприятия. Ну и совсем мало времени у нас в эфире остается, вот ближайшие планы, ближайшие мероприятия, которыми будете заниматься. Ну и мы уже обозначили, что самый крупный – это 2017 год, который у нас будет. Крупный, да, вот из менее крупных. Сегодня у нас, например, было мероприятие с нашими замечательными общественной организацией «Динамо». Мы знаем прекрасно, это наши великие спортсмены, которые завоевывали не одну награду для нашей страны. И сегодня, в честь 75-летия нашего известного, любимого спортсмена Веденина, начали высаживать первый кедр, который далее будет высаживаться аллея славы наших героев. В Центральном парке. В Центральном парке, да, и присутствовали и дети, присутствовали и федеральные органы наши. Поэтому здесь, как будто, все-таки много мероприятий. Как бы сказать, с чего мы начнем дальше, но не сложно, потому что их… Ну, это и само мероприятие памятное, да, для детей, ну и память вот в виде кедровой аллеи в парке. Которая будет высаживаться каждый год, как бы, с различными нашими спортсменами. Спасибо, Юлия Владимировна. В гостях программа «Особое мнение» был заместитель председателя правительства Тульской области, министр по молодежной политике Тульской области Юлия Вепринцева. До встречи в нашем эфире. Будем следить внимательно за вашей деятельностью. Вам спасибо и спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин